О решении арбитража в Стокгольме по газовому спору между Газпромом и Нафтогазом Украины шла речь на встрече Дмитрия Медведева с главой российской компании Алексеем Миллером. Встреча состоялась в подмосковных горках. Премьер поинтересовался о последствиях такого решения для Газпрома. Каковы последствия для Газпрома? Какие шаги собирается предпринять Газпром? Или какие шаги Газпром предпринял, включая судьбу договора? Потому что, как я понимаю, в настоящий момент вами уже практически заявлены о расторжении существующего договора с украинским контрагентом. Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам, по контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту. По решению Стокгольмского арбитража Газпром должен на кнефтегаз Украины 2,6 млрд долларов. Но с пониманием того, что сразу на кнефтегаз Украины сделал заявление о том, что и за предстоящий 2018 год, и 2019 год до конца действия контрактов на кнефтегаз Украины на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить им еще несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и Газпром принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж. Продолжение следует...